Дорогие друзья, Индия, Уфа. Кто объединяет эти два названия? Заместитель министра туризма, курортов и молодежной политики Корчево-Черкесской республики, старший преподаватель кафедры лингвистика Северо-Кавказской государственной академии Альберт Комуков. Альберт, доброе утро. Доброе утро. Альберт, пригласили мы тебя не случайно, очень тебя ждали. Сначала ты вернулся из Индии, не успели тебя перехватить, потом ты улетел в Уфу. Расскажи, пожалуйста, что делал в Индии, какие соглашения подписали, чего успели достичь, потому что мы об этом, конечно, знали из средств массовой информации, но когда лично общаешься с человеком, это в любом случае другой эффект. Расскажи, пожалуйста. Оказался я в составе делегации Российской Федерации. В состав делегации вошли 50 человек. Это представители органов исполнительной власти, курирующих молодежную политику в субъектах, руководители молодежных организаций, а также студенты и активисты. Замечательно. То есть 50 человек всего представляло нашу огромную страну. Но это очень гордо, что и представители Карачао-Черкесской республики были там. Вот расскажи, пожалуйста, Альберт, что успели там почерпнуть, что увидели, с чем познакомились? На протяжении недели мы посетили ряд городов Индийской республики, ознакомились с их потенциалом в области бизнес-технологии, менеджмента, обучения, IT-технологии, посетили новейшие учебные заведения, пообщались с нашими коллегами в Министерстве молодежной политики и спорта Индийской республики, а также обменялись менеджментами со своими коллегами и пообщались со студентами. Вот мне знаете, что интересно? Что-то удалось подчеркнуть, что мы можем использовать уже в Карачао-Черкесской республике? Или же все-таки у нас культуры абсолютно разные и ничего применить для нас нельзя? Почему же? Может, и культура у нас разная, но, тем не менее, можно подчеркнуть очень многое. Это из IT-технологии, из процесса, как у них выстроено обучение, как они взаимодействуют с молодежью, как орган исполнительной власти, отвечающий за молодежную политику, взаимодействует с их коллегами, со студентами, как они их привлекают, как они встречают гостей. На самом деле Индия очень богатая, с богатой культурой, крупная страна, где собраны разные палитры культур, и можно подчеркнуть вот в этом направлении очень многое. Такой вопрос, отходящий немножечко от темы. Вы Индии, Альберт, были первый раз? В Индии, да. Я знаю, что у вас есть чем похвастаться, вы бывали в разных странах. Вот расскажите, пожалуйста, тогда, чем поразила именно Индия? Индия меня поразила, знаете, прорывом в области технологии. А вот кто бы мог подумать, что Индия, конечно, развивается, передавая, и входит и в Брикс, и в ШОС, но, тем не менее, Индия, вот, воочию, когда мы увидели, что очень большой процент развития интернет-технологии. У них, если можете себе представить, то очень активно развивается IT-индустрия и торговля. Замечательно. Очень интересно. Вот тоже никогда бы не подумала. Вот, у них развивается торговля, и сегмент бизнеса, вот, меня вот это поразило, что они, заказывая те или иные услуги в интернете, допустим, продукты, если в течение 20 минут им не привозят продукты, то продукты они получают бесплатно. Ух ты ж, вот это да. Вот это опыт. Это опыт, да, и они выстроили вот в этом направлении, конечно, достигли значительных успехов, и еще поразило в области медицины. То есть, как они готовят лекарства, и, на самом деле, у них опыт в этом есть. Замечательно. Хорошо, Альберт, вернулись вы из Индии и буквально сразу улетели в Уфу. Расскажите, пожалуйста, почему туда поехали, что там происходило, и, конечно же, какие итоги? В Уфе проходило семинар совещания руководителей органов исполнительной власти и курирующих молодежную политику в субъектах. Я, как курирующий, заместитель министра, курирующий молодежную политику в нашем министерстве, был командирован в Уфу для участия в финальном семинаре, и в течение двух дней у нас прошли образовательные курсы, а подготовились к следующему году, подвели итоги нынешнего года, обменялись мнениями с коллегами из разных субъектов. Было очень полезно, на самом деле, познавательно. И на следующий год отметили те точки роста, которые будем реализовывать в дальнейшем нашей республике. Альберт, для вашего министерства 2019 год был очень урожайным. И не раз ваши коллеги приходили к нам в студию и рассказывали о том, что очень много открывалось по республике точек, которые имеют и образовательный уклон, и развивающий. Вот скажите, пожалуйста, вы сказали сейчас, что когда вы там были, то у вас были еще и образовательные площадки. Чему вас учат? Ну, это не секрет, я, наверное, думаю, можно открыть тайну. Мы обучались дальнейшему развитию нацпроектов. Наше министерство, в частности, мое направление ответственно за социоактивность. И мы в рамках нашей компетенции будем взаимодействовать с Росмолодежью, с ведущими организациями, волонтерскими организациями. В дальнейшем, чтобы наша молодежь была активна в этом направлении и будем стремиться реализовывать все поставленные задачи перед нашим министерством. Что нас ждет в 2020-м? Интересного, имеете в виду, из проектов. Да, интересного именно-то. Ну, в следующий год у нас год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. И многие наши мероприятия будут направлены в этом направлении. В этом году у нас было около, если мне память не изменяет, 15 серьезных мероприятий в этом направлении по патриотическому воспитанию. То на следующий год их количество, конечно же, возрастет однозначно. И планируется одним из таких крупных мероприятий. Это заоблачный фронт. В этом году мы проводили с нашими коллегами из Башкирии поисковые отряды. Собирались со всей России. В этом году было задействовано очень много субъектов. А на следующий год мы хотим вот это же мероприятие сделать еще масштабнее. Привлечение молодежи из всех субъектов Российской Федерации. Может быть, если нам удастся, то мы что-то сделаем международно. Замечательно. Мы позовем поисковиков из стран СНГ, которые были в составе с нами одного государства, Советского Союза, чтобы молодежь стран СНГ тоже принимала участие. В течение двух недель у нас в Архизе будут поисковые отряды, обучающие семинары, музеи под открытым небом. А также финальной точкой это все будет реконструкция сражений за перевалы Кавказа. Замечательно. Я думаю, что с вашей работой замечательно, я думаю, что с вашим рвением обязательно получится сделать международный этот форум, слет. И скажите, пожалуйста, что бы в конце беседы вы пожелали всем, кто нас сегодня смотрит? И для того, чтобы вас поняли еще и ваши студенты, то можно пожелать сначала на русском языке, а потом на том, которым вы преподаете. Уважаемые жители Карачао-Черкевской республики, мне хочется пожелать вам в 2020 году счастья, успехов, благопоручия, мира над головой, чтобы все ваши заветные цели исполнялись, чтобы вы достигали тех намеченных целей, а также чтобы 2020 год был еще лучше, чем 2019 год. Удачи! Спасибо! Дорогие коллеги, я хочу желать вам в следующем году счастье, здоровье, здоровье, добрый день каждый день, когда вы живете в нашей республике. Будь смешным, и я увидел вас в моих классах в следующем году. Спасибо! Спасибо! Спасибо большое! Альберт, что ж, мы тебя тоже поздравляем с наступающим Новым Годом, и, конечно же, желаем, чтобы работа ваша процветала, и чтобы мы не раз встречались в нашей студии и рассказывали о вот таких инфоповодах, о которых говорили сегодня. Спасибо! Ну что ж, дорогие друзья, а мы продолжаем эфир! Редактор субтитров А.Семкин